Всем привет! 8 июля, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера даже видеообзор не делала, у нас вчера был страшный ливень, целый день лилось с неба. Я вот сейчас пройду быстро по огороду и покажу те места, где просили люди показать. Но сейчас хочу сказать, что вот я 6 июля, 6 или 7 по-моему, собирала все вот эти крупноплодные томаты, но из-за тепла они очень-очень быстро спеют. Это вот те, которые после консервации. Просил один зритель, он сказал, почему вы только два ряда показываете, пройдите по всему огороду. Я сейчас ради интереса пройду по одному ряду, но я ему объяснила, что что там ходить, те, которые высажены в стандартные сроки, вот как основная масса. Они же все еще зеленые, я вот показываю, вот такие они зеленые. И если я сейчас пройду по ряду, но я ради интереса, конечно, пройду, мы ничего тут не увидим. У меня тут только изумрудно-зеленое вот такое вот поле. Ой, тут я еще внизу даже нижние листья не убирала, я убрала только по одному проходу. И куда бы мы ни пошли, везде будет пейзаж-то один и тот же. Цветы, зеленые листья, цветы, зеленые листья. Так, вот уперлись, тут вишня. Значит, нам нужно сейчас разворачиваться и идти назад в другом направлении. Но мы будем видеть то же самое, цветы, зеленые листья, цветы, зеленые листья. Я думаю, по рядам ходить нам еще рано. Я сказала, что когда будут спелые томаты, когда будет что показать, я буду вас тогда ходить по рядам и показывать. А так, ну, конечно, мы можем наклониться, здесь мы можем присесть. Но тут же зеленые лягушатки у меня, ничего больше здесь нет. Одна зрительница просила показать в теплице Франкенштейн, там, где были лысые томаты обрезанные, где Катя случайно обрезала. Я же сказала, что ой, томаты до лысого обрезали, я потом покажу. Такое горе, я расстраивалась. Но пока я собиралась показать, они, конечно, все обросли уже. Ой, ой, ой. И вот те самые лысые томаты, они уже не стали лысые, у них наросло зелени. И тут тоже высадка у меня же была в последнюю очередь. Тут показывать еще нечего, ну, кроме разве что Надюшки. Тут только-только-только начинают созревать первые томаты. Когда будет массовое поспевание, созревание, я вам расскажу их, покажу. И еще хотела показать, начать видео-серию черный список томатов-гигантов, которые не нужно в теплицу высаживать. У меня вот есть несколько экземпляров, которые я точно сказала, никогда больше в теплицу не посажу. И в первую очередь вот этот экземпляр, надо посмотреть, как он называется, я еще не смотрела. Ну, такой куст великан. Сами не крупноплодные, главное. А он такой здоровый, он у меня два раза падал вместе с колышком. Я его уже к потолку привязала, чтобы он там держался. Его больше в теплице никогда не будет. Ну, как, впрочем, и вот полосатый шоколад, он же тоже очень мощный. Он роняет у меня вот эти колия. Я его в теплицу высаживаю два куста только для того, чтобы была сохранность сорта. Ну, чтобы даже если град, если на улице все побьет, его сохранить, чтобы вообще у него, у меня здесь, смотрите, сейчас покажу вам. Ой! Смотрите, какие огромные здесь на нем эти шоколадные полосатые плоды. Сам он огромный, он заваливается. В прошлом году на улице рос у меня прекрасно. Боюсь только из-за погодных условий все кусты на улицу высаживать. В этой теплице тоже вот какие-то диковинки скоро созреют. Не знаю даже, как это название, еще не смотрела. Буду обзор делать только когда поспеют. Вот в этих посадках, где я вас водила по рядам, тут я даже нижние листья еще не удаляла. Тут вообще не тронуто. Тут ничего, ничего, ничего не делала. У меня основная масса, это огорода, посеяна и высажена в стандартные для Сибири сроки. То есть они еще только наливаются. Их даже смотреть смысла нет. Вот что этот, что этот. Да, есть некоторые уже большенькие, но все равно они зеленые. У меня поспели только те, которые сеяла я остатки от посадок в теплицу. Вот они, два ряда. Одни иностранцы, другие сибирские. Они сейчас спеют. А тут-то лес густой, тут надо листья нижние удалять. Сегодня буду показывать, как я удаляю нижние листья, еще один ряд буду удалять. Из-за обилия листьев я к некоторым даже не могу туда внутрь заползти, посмотреть, какой формы плодики образуются. Вот видите, какая густая зеленая листва. Кажется, что вообще томатиков нет. Нет, туда поглубже залезешь. Вот они, они. Я сама их еще не все видела в лицо. Вот пузатые хаты, тоже только наливаются еще. Вот эти вот диковины, которые я говорила, что похожи на ежевички. Ну что такие, из многих частичек помидорка. Посмотрела в тетради, называются чесночные. И мне многие зрители написали, что это действительно томат чесночный. А мы когда сеяли, я говорю, о томат чесночный. Я думала, что он запахом чеснока должен быть, а он как головка чеснока форма. Тоже начали краснеть. Сказали, что томат такой один есть всего в мире, больше других нет. Это точно сорт чесночный. Сегодня буду делать дальше обзоры малышей на заваленке. Мы остановились на челноке. Вот челнок очень массово завязался, массово спеет. Дальше сегодня буду делать обзор вот этой новинки янтарный. Такой же, как ринет, только желтенький. От тяжести плодов попадали все вот эти вот колышки. Вы видите тоже сплошное скопление помидорок. Даже там не поймешь, какой на какой веточке. Ну очень много. Если пройти тут дальше, тут уже буян пошел. Он похож на челнока. Тоже спеет. Вот эти вот ранние, я люблю скороспелки, за их, как сказать, за их многодетность. Их много, они друг на друге. Тут эти спеют. Эти еще только наливаются. Много-много-много-много. И дальше пошли такие же. Но я буду делать обзоры постепенно, по мере созревания. О, кто-то поел. Некоторые уже спеют, некоторые еще нет. Но это не красота ли? Сегодня одна зрительница меня поблагодарила за подсказку про спиридона. Говорит, там спиридон какое-то чудо. Столько завязи, столько это. А другая зрительница спросила, а что вы из них делаете? Они же кисленькие. Вот вчера мы с них делали свежую хреновинку. Прекрасно. Для хреновины неважно, кислый он или сладкий. Вы представьте, чесночок, хрен. Правда, хрен мы использовали вчера, поленились. Покупной вот в тюбиках выдавливается, который тереть неохота. Да и был дождинный, копать в грязи неохота. Хрен, чесночок, свежие скороспелки. К пельмешкам, к пюре, к лапше. Я и говорю, что если вы считаете, что скороспелки вот такие не нужны, вы просто не умеете их готовить. Они вот незаменимы, палочка-выручалочка. Нахренове, ну не будешь жаботяню первые плоды крутить. Вот так вот на сегодняшний день выглядят у меня занавески, притеняющие из томатиков черри. Вы что деретесь? И когда... Ой, ужас. У нас, короче, все больше и больше животных. Уже теперь у нас три кошки, две собаки. Это что-то невообразимое. Они все-таки прибавляются и прибавляются. Надя, не обижайте котенка. Отдали Надюшиного котенка одного назад. Они уехали надолго в отпуск. Он там один сидеть не может. Короче, у нас теперь Надя, Надин котенок рыжий. Красотка Мэри Рэм. Мэри, ты сидишь там одна моя маленькая. Тебя закрыли в комнатке. Она в своей собачьей комнате уже сидеть не хочет. Теперь визжит. Вот сейчас ее выпущу, отправлю на улицу. Как только услышит, мой голос начинает там плакать. Ну тебе же там хорошо, Мэри. Сиди. Мэри, Мэри, Мэри. Мэри. Вот она, Мальдашка. Вот она, Мальдашка Мэри. Сейчас пойдешь на улицу. Сейчас. А я ходила в магазин, закрыла ее. Невозможно, она разгромила. Хотела сказать про черри животное. Вот смотрите, очень часто вопросы, как формировать черри. Я уже говорила, все зависит от того, что вы хотите от них получить. Чего вы хотите добиться. Или вам нужно, если она в теплице, вам нужно, чтобы она не загораживала тень другим, чтобы она не разрасталась, он или она. Тогда, конечно, многие ведут в один ствол. Ну, в крайнем случае, в два ствола. Если вам нужно наоборот, вот как мне, например. Я хочу, чтобы она наоборот разрослась, расползлась, вот эта посадка. И чтобы растение загородило окно немножко, чтобы там не было днем жарко. У нас же жара удушающая. Только из-за этого я вот эту вот занавеску и придумала, чтобы была тень. Тут же ни деревьев, ничего нет. Тогда, конечно, вы видите, что я оставила, вот видите, вот одно растение, один куст. От него раз пасынок, два пасынок, три пасынок, четыре пасынок. И тут также я никакие пасынки вообще не удаляла. Вот видите, уже спеют они. И этим самым я хочу добиться, наоборот, сплошной вот так вот, сплошной занавес, чтобы она тянулась. Специально выбрала двухметровые и больше, чтобы вот это окно сейчас в течение июля, оно затянется. И потом будет здесь все в таких шикарных плодах. Ну, тут, конечно, я взяла всякие. Тут не только маленькие. Есть тут и крупноплодные на пробу. Вот такие помидоры, которые не просто для украшения, а потом можно будет и консервировать. Тут вот, как всегда, у меня эти сумасшедшие вишни барри. Ладно, Мэри слышит мой голос. Не даст ничего снять. Пойдем в другое место. Сегодня будем первый раз готовить свежую картошку. Я вот накопала. Мне все жалко было ее дергать. Думаю, пусть подрастет, пусть подрастет. Но сегодня две лунки все-таки решила выдернуть. И, как всегда, вот сорт Инноватор, который я купила 9 лет назад и больше нигде не могу встретить. Купила, ну, мелкими в семенном магазине. Он, как всегда, в первую очередь дает хорошие такие большие плоды. А красная, другой сорт, в это же время, видите, какие? Зря лунку выдернули. Ну, короче, ни черта. Сух уже было сильно. А вот этот сорт Инноватор у меня уже спрашивали, не продаете ли вы, не высылаете. Я сама бы еще где-нибудь купила на развод. Потому что рекомендуется раз, ну, там, в 5 лет менять семена. А я его веду уже очень много лет. Прям оставляю на семена и пишу в подвале. Не трогать, это семенной, чтобы не утерять его. Вот этот Инноватор мне очень нравится. К сожалению, нет больше, не видела нигде. Хуже всего в этом году пришлось нашей морковке. Вы представляете, какая жара? Когда мы посеяли, была сухая земля. Поливали сюда, ходили не очень часто. Если я сейчас покажу, где она растет, вы удивитесь. Вот видите, вот это наш забор, вот это наш дом. Она растет у нас за оградой. Так же, как за оградой растет у нас лук. Просто у нас сетка рабица стоит. Мы живем же, как в деревне. У нас вот это расстояние было, мы маленько отгородили забор. Я выращиваю здесь кабачки, морковку, лук. Вот, короче, морковке пришлось хуже всего из-за жары. Она, во-первых, взошла не вся. Видите, прогалызины. Какая-то взошла, какая-то нет. И мы ее потом так и не стала досеивать. Про лук хочу сказать. У меня зрительница одна уже два раза спрашивала, когда, ну как, в каких числах убирать лук? Ну, вы знаете, здесь даже зависит не от чисел. Я вот посмотрела позапрошлогоднее видео. Это зависит от погоды. Вот когда лук вот так уляжется, это уже пора его убирать. Если в позапрошлом году, я об этом говорила, 17 июля, то есть в конце второй декады июля, что лук пора убирать, то сейчас он у нас полег. Уже в начале июля, вообще в первых числах я смотрела. И несмотря на засуху, луковки-то получились неплохие. Но это с учетом, что я сеяла под зиму осенью. И весной, когда у нас наступила аномальная жара, он уже был укоренившийся. И он уже был, ну вы понимаете, осенние посадки, вот в такую жаркую погоду, они лучше. И, ну лук хороший. Его нужно сейчас мне уже выдирать, потому что если я его не выдеру, он начнет расти по второму кругу, и качество луковицы испортится. Но я сразу скажу, что мы, я выращиваю только вот сейчас на лето, на салаты, на заготовки. В зиму мы уже не храним, потому что у нас нет подходящего помещения для хранения лука, он прорастает. Ну короче, на хранение мы покупаем, осенью закладываем. А вообще лук хороший, я довольна. Я как-то с месяца назад переживала, что мне муж спилил тут все газонокосилкой цветы. Оказалось, гайлардии маленько осталось, вот она опять разрослась. Зато позавчера спилил, в выходной был опять хосты мне. Я уже не знаю, как с этим бороться, или газонокосилку выбросить, или мужа куда-то. Ну вот, немножко цветочков осталось, выхожу полюбоваться. Остальное все спилил. Я на осень уже запасла, купила вот такую машину перегноя, весной. Видите, он зарастает. Сейчас буду, сезон кончится, буду снова готовить грунт, добавлять вот этот перегной и вот эту землю. Еще сегодня, во время видеообзора, вот такого утреннего, ежедневного, хочу показать вам яблоки наши, на нашей яблони. Вот знаете, я сколько лет, у нас яблоки росли, никогда не было яблок-мутантов. Я сегодня посчитала, вот, короче, видите как, в одной кисти 12 яблок, а так как они должны быть крупноплодные, они, их расперло, они давят друг на друга, они не дают друг другу жизни, короче, вот так скооперировались. Сейчас еще покажу. Вот эту подняла веточку. Они нанизались все вот прям один за другим, вот вообще без перерыва. Я Кате говорю, я говорю, смотри, шашлыки из яблок, как будто их нанизали на этот вот шампур. Вообще без перерыва. Много-много-много-много-много. И я никогда не видела, у нас же эта яблоня, она много лет, и у них обычно между яблочками, это вот подарок садоводам, между яблочками было всегда расстояние. Сейчас они вообще без перерыва. Ну вот такого уродства я вообще не видела. Это какие-то яблоки-мутанты. Вот нынче год какой-то вообще странный. Но мне сын говорит, они все равно пообвалятся, потому что они не смогут яблоня столько выкормить. Ну зачем столько нанизалось-то их? Ну вообще, если что, смотреть-то приятно. Всем желаю, чтобы у нас урожай был, знаете, такой, что дудиву даешься. Это как называется, оглушительный урожай яблок. Они не знают уже куда налепиться. Я посмотрела, и все ветки такие. Так часто налеплены яблоки, что даже страшно становится. Вот желаю всем столько яблок, столько томатов, столько огурцов, всего-всего-всего. Но страшновато. чтобы я буду делать. Продолжение следует...